Подрэнчник крок по кроку, позиум А1, лекция 26. Самые проблемы, одни проблемы. Новое слово. Справа до золотвения, дело, которое нужно решить, сделать. Услуги, услуги. Пожар, пожар. Выпадок, авария. До ладовач карте, пополнить карту. Кожисточ, использовать. Зепсуча, сломаться. Направич, отремонтировать, исправить, починить. Неотповедельный, безответственный. Чвечание номер 1. В упражнении 1 у нас есть названия разных услуг и их описания. Давайте прочтём и переведём. Номер 1. Шефц. Обувной мастер. Реперация обуви. Реперация, ровноще направо. То есть ремонт обуви. Номер 2. Кравец, портной. Если девушка портная, Кравцова. А ведь кравец, портной. Услуги кровецкие. Услуги по пошиву. Шича на мяре. Шитьё по меркам. Скрацание, укорочение. Пширубки. Разные всевозможные переделки. Номер 3. Варштадт самоходовый. Варштадт, мастерская, авторемонтная мастерская. Направы, ремонты. Часть заменные, то есть части заменные. Запчасти. Вулканизация опон. Вулканизация шин. Номер 4. Фризер, парикмахер. Моделование, стрижение. Моделирование, укладка, стрижка. Номер 5. Оптык. Окулары, очки. Оправки, оправы. Окулары солнечные. Солнечные очки. Или же есть слово «пречев солнечные». Солнцезащитные. Сочевки контактовые. Контактные линзы. Номер 6. Ксеро. Ксерокопия. Услуги ксерографичные. Услуги, чтобы сделать копию. Копия Ачтеры. Десять гроши. Одна копия листа А4 стоит 10 грошек. Номер 7. Почта. Почта. Листы, пачки, прессылки, вплаты, выплаты. То есть различные письма, посылки, пересылки, вплаты и выплаты. То есть положить денюжки, снять денюжки, получить денюжки. Номер 8. Пшеходня. Пшеходня. Поликлиника. Интерниста. Терапевт. Остальные названия все идентичны русскому языку. Окулиста, хирург, гинеколог, працовня диагностична, диагностический кабинет, лаборатория диагностическая, бадания лабораторийные анализы. Бадания лабораторийные, то есть лабораторные какие-то исследования и анализы. И номер 9. Сервис РТФАУ. Это слога у нас уже было, по-моему, в восьмом уроке, когда мы проходили отделы супермаркета или торгового центра РТФАУ. Отдел электроники. Сервис РТФАУ. То есть сервис обслуживания электроприборов. Номер 9. Направо с пшенту РТФАУ. Ремонт оборудования, электрооборудование. Часть заменные, запчасти, услуги гваранцины. То есть гарантийное обслуживание. Супер. Идемы далее. И пшечетамы килька дьялогов. Дьялог номер 1. Перший. Том, идёшь на пироги? Том, ты идёшь на вареники? Хэнтня, але потом лецэ, бо мам килька справ до заватвенья. С охоты, охотно иду. Но потом убегаю лецэ, быстро бегу, спешу куда-то, улетаю. Потому что у меня есть несколько дел, которые нужно решить. До чего? Чего? До заватвенья. Хм, троха як до зрубенья. Ну, до заватвенья он объясняет, что это так немного похоже на сделание, то есть, которое нужно сделать дела. На пшиклад. Муши до ладовачь моём карта на трамвай, купич новые оправки до окулару, бо старыми пэнквы, заплачич рахунки на почте и ищь до кщангарни. Например, Мне надо пополнить мою карту на трамвай, купить новую оправу качкам, потому что старые треснули, лопнули, заплатить по счетам на почте и идти в книжный магазин. Варту запоминтачь. До заватвенья. Да, стоит запомнить. До заватвенья. Я теж мам цочь до заватвенья. У меня есть тоже какие-то дела, которые нужно сделать. Муши скопёвачь нотатки, которые пожучила от Анжелы. Мне надо скопировать записи, которые я отдалжил Анжелы. Веш, она ма фантастычны нотатки, а я ще хцэ паучачь пшэд тестам. Знаеш, у неё просто фантастические записи, ну, видимо, конспекты, а я хачу паучиться ещё перед тестам. Другий диалог. Застаеш ўгляндач фильм, дзиў саоум сами свои. Старая, але подобна файна комэдия. Остаёшся сматреть фильм, сігодня сами, то есть одни свои, только свои, можно сказать. Старая, но кажется, отличная, классная комэдия. Так, сушаўам же то незвый фильм, и хцэ го обэйжачь. Да, я слышал, что это неплохой фильм, и хачу его пасматреть. Выходзе на момент за школы, я выхажу на минуту из школы, мам пршысылка до одэбрання, и ёшчэ повиненэм скочыць до банкомату. Мэнне надо забрать посылку, и ещё вскокнув банкомат. Скочыць рувнышчэ пусть шыбко поцуч. Скочыць, ну так, скакануць, скокнуць, заскочыць, то есть пойти быстро за чем-то. Веш? А я хыба выйду поцуч до едзэня. Знаеш, а я, может, схожу, куплю что-то к себе до еды, к еде, на еду. Дьялок номер 3. Чэшч, маме, цо там маш? Привэт, маме, што у тебя? Купилам собе сподне. Я купила себе штаны. О, вы страловы! Ммм, просто огонь, настоящий хит, крутые, классные, суперские, все сюда. Так, а лэ хыба сон трохэ задлуге. Да, ну, вроде как, немного задлинные, длинноватые. Жэчэвіщчэ, чэбэ я трохэ скручыць. Да, дяствітельна, у нас уже знакомо слово очэвіщчэ и есть слово жэчэвіщчэ. Очэвіщчэ, конечно. Жэчэвіщчэ, дяствітельна. Нужно их немного укоротить. По обеді іде до шефца, там обок ест кравец. После обеда я иду к обувному мастеру, там рядом ест портной. Можэ скручэ чі-то сподні одренки. Можэ укоротить тебе эти штаны. Слово одренки означает, что прямо сейчас вот. Одренки так ще мувит. Так говорится. То значы одразу. То есть она принесёт и ей сразу укоротять. Не надо ждать там день, два или сколько-то часов. Скручэ одренки. Супар, идёмы далі. Колейный дьялок, нумэр чтэры. Хэй, слышэ же выбірачэ ще до шефца. Прівет, хэй, я слышу, что вы собираетесь идти к обувному мастеру. Выбірачэ ровно ще іщ, идти. То есть выбираетесь, куда-то идти. Чы муглы б іще вжёнч моєм торбе? Могли бы вы взять мою сумку? Поцюа? Зачем? Почиму? Урвався пасык? Парвався рімень? Рімешок в сумке. Не вім, чы то ще опуацца направич? Я не знаю. Вот это слово опуацца имеет значение в данном контексте, а купиться ли это? То есть бывает так, что у нас что-то порвалось или сломалось, и ремонт стоит практически столько же, сколько будет стоить купить новую вещь. Поэтому, ну, стоит ли, а купиться ли это? Вот такое значение имеет это слово. Не знаю, стоит ли тебе ремонтировать это всё. Факт. Але можеш запыточь і сам іс децідуеш. Ну, да, действительно, факт. Ну, можеш спросить і сама уже там решиш на місце. Добро. Касы попроще. Хорошо. Денюшки гони. Давай денек. Отдам чі поту. Я отдам тебе поту. О, курче! Можеш ешчі доладовачку мурка. Вот, блин! Мені надо іще пополніть телефон. Можеш мі купіч карта за 25 злотых? Можеш мі купіч карту за 25 злотых? А не задужу хцеш? Ти не много ли хочеш? Прошече. Можеш ешчі учач? А ітак ідєчі као кіоску. Ну, прошу тебе, мені надо учіться. А вы ітак ідєте возле кіоска. І настэмпний діялок номер пінч. Єст ёш обед. Єст ёж обед. Бэнджі за момент. Будет скоро. За минуту. Спешеш ще к дещ? Ти спешеш куда-то. Так, самохот ще знову зэпсу. Да, автомобіль знову сломаўся. Та ёш па важнэго? Што-то сэрйознава? Хэба не. Вроді нет. Мам надзеў, жа механік міто до ўтра направі. Я надзеў, што механік міто до ўтра пачініт. Прошы, ёдзеўне готовы. Пажаўста, ёда готова. Аха, чы як вручеш, то мугыл бы іш вжонч пса на спацар. Аха, ты как вернёшся, мог бы взять пса на прагулку? Я не здонжэ, бо зараз бегна до фразьєра, а потэм повынікі бадань до пшіхотні. Здонжэч успеть? Я не успею, потому што ўже бегу к парикмахеру, а потом за результатами аналізов, исследований в поликлинику. Мам трохэ прац, дечі не могум ішч. У меня есть немного работы, деці не могут идти. Карулина выходит у міста. А Карл ма ютро тест злачіны. Каролина выходит в город, а Карл завтра тест по латинскому. Спацар по парку добже чи зробе. Добже чи зробе пойдёт тебе на пользу. Прогулка по парку пойдёт тебе на пользу. Можно сказать, добже мизробе пойдёт мне на пользу. Добже нам зробе пойдёт нам на пользу. И еще один диалог, остатний, номер шесть. Слухам, слушаю. Честь, то я, Йоанна, я стыж юж в дому, со с самохода. Привет, это я, Йоанна, ты уже дома? Что с автомобилем? Ютро мам задзвонить, повинен быть по поудню. Завтра надо позвонить, должен быть готов после обеда. Ты был уже с псом на прогулке, выгуливал уже пса. Ващь, не выходи мы. Ну, собственно, выходим. То шветнее. Чы можеш вжечь миксер и по дродзе занесч го до направы? Отлично. Можеш взять с собой миксер и по дороге занести его в ремонт. Але, жаднэго але. Но, никаких но. То, че займе пенч минут, это займёт у тебя пять минут. И давайте справа рассмотрим такую конструкцию. Какие значения может иметь предвог по? Например, по чим плюс месяцовник. Кеды. По обеде. После обеда. То есть одно из значений по, после. Перевод. По праце. Ест им юж по праце. Я уже после работы. Ест им юж по спацеже. Я уже после прогулки. Где? По парку. Где? По парку. На przykład, иди по парку. Спацирую по парку. Я иду по парку. Я гуляю по парку. То есть по в значении по. После. По. По цось, по когось плюс берник. По хлеб. Иди по хлеб. Я иду за хлебом. И дзвон не по лекарже. Дзвон не по лекарже. Я звоню за доктором. То есть значение после, по, за, например. Супер. Идем и далее. И, ну, можем и зробить чвечение номер пенч. Направить самоход. Починить автомобиль. Одебрать присылка. Забрать посылку. Получить посылку. Доладовать карты. Пополнить карту. Скопёвать нотатки. Скопировать, сделать копию записей. Скручить сподня. Укоротить штаны. Из рубмы тэш чвечение номер шесть. Здесь у нас есть глаголы. Прочтём их. Урвать ща. Порваться, оторваться, оборваться. Зепсуть ща. Испортиться, сломаться, поломаться. Стуц ща. В конце ц. Стуц ща. Разбиться. Завесить ща. Зависнуть. И давайте посмотрим. Вот у нас картиночки, рисуночки. Что может сломаться, испортиться, порваться, разбиться, зависнуть. Будик. Будильник. Будик ща зепсул. Будильник сломался. Шнуровка ща урвала. Шнурок порвался. Гузик ща урвал. Оторвался. Оторвалась пуговка. Компутер ща завесил. Завис компьютер. Кубик ща стукал. Кружка разбилась. Люстра ща стукал. Зеркало разбилось. Пралька ща зепсула. Стиральная машина сломалась. Ровер ща зепсул. Велосипед сломался. Буд ща зепсул. И ботинок тоже. А булочка какая-то порвалась, сломалась. Талеш ща стукал. Тарелка разбилась. Пасок ща урвал. Ремешок оторвался. Апарат ща зепсул. Апарат сломался. Запоминаем эти глаголы. Можно себе выписать. А мы идём дальше. Але пех. Ну и невезение. Пех – невезение. Давайте прочтём несколько текстиков к иллюстрациям. Перший текстик. Кароль выбрал ща на вычечке роверовом. Кароль выбрался на экскурсию на велосипеде. Плановал поехать до песковой скалы. Он планировал поехать до песковой скалы. Там мял ща споткач зе знаёмыми з Вроцлавя. И разом хотел изведить замок. Там он должен был встретиться со знакомыми из Вроцлава. И вместе они хотели посетить замок. Здесь мы видим мяу – глагол. Очень часто, практически всегда в разговорной речи, муша, мога заменяется глаголом иметь. Здесь меч. Мам дичай, дужу справ до золотвения. У меня сегодня много дел, например. Як мам дойщ до той улицы. Как я могу дойти до этой улицы? И так далее. Вот здесь все эти слова в этих текстиках должен, мог будут заменены словом иметь, глаголом иметь. Там мяу ща споткач, там должен был. Или там ему надо было встретиться. Читаем дальше. Кароль знал добрые истории этого маленького, но очаровательного замка. Много читал о нем, поэтому сегодня он должен был быть гидом, путеводителем, проводником у своих друзей. Потом мели ехать до Айцова, который известен живописными пейзажами и великолепными, прикрасивейшими скальными образованиями. Там мели углёндач малый костюм, узбудованный на Ржеце, чили каплицы на воде, и очевидцы пусть до Яски. Там они должны были, опять же, мели должны были посмотреть небольшой костюм, построенный на реке, или часовня на воде, и, конечно же, пойти в пещеры. В конце памятная фотография среди впечатляющих скал при браме ворота, то есть возле у ворот краковских. Не стэты, як пэх то пэх. К сожалению, как не везёт, так не везёт. Под родзе Кароль мяу малый выпадок. По дороге с Каролем случилась небольшая авария. Ровар ща зэпсул, а Кароль не тыльку не мугу ехать далей, а ля не мугу тэж вручич до Кракова. Велосипед сломался, и Кароль не только не мог ехать дальше, но и не мог так же вернуться в Краков. Мушал задзвонить по тате, чтобы забрал и его, и ровар до дому. Ему нужно было позвонить отцу, чтобы забрал и его, и велосипед домой. А мяуа быть така файна вычечка, а должна была быть такая классная экскурсия. Окей, иджемы далей. И пречытамы ёшче ёдэн тэксчик. То Кароль, Кароль оповяда. Я то завшэ мам пэха, мне всэгда не везёт. Кеды зроби цось жле, то зараз вшысцы ще нам не денарвуюм, крытыкуюм мне и вугуле. Ну, когда я сделаю што-то плохо, то тут же все на меня сердятся, критикуют меня и всё такое. А моя сёстра, а моя сестра, хона мазавши шчэншча, ей всэгда везёт. Напшыкла, дзиў по куляцьи Кароліна мяла позмывач начыня. Например, сегодня, после ужина, Кароліна должна была помыць посуду. Змывач начыня, мыць посуду. Ну, естественно, она не хотела этого делать, не имела желания это делать, поэтому вначале она попробовала попросить меня о помощи. Юж запомняла же устатню, то она не хотела мне помыць. Она уже забыла, что в последний раз или в последнее время это она не хотела мне помочь. З игнорувалам, зыгнорувалам венць ей просьбы. Я проигноривала по этому ё просьбу. Як мыслите, что зробила наша Каролінка? И как думаете, что сделала наша Каролінка? Усадла в фотелю и зачэла размавяць прэз телефон. Она уселась в кресло и начала разговаривать по телефону. Шмялася, жартувала, плотковала, а таца з брудными талежами стала на столе и чекала. Она смеялась, шутила, сплетничала, а поднос с грязными тарелками стоял на столе и ждал. Кеды Кароліна услышала, же идё мама вжела таце и побегла з нём до кухни. Очевидь, цау час гадала пшеску муркая. Когда Кароліна услышала, что идёт мама, взяла поднос и побежала с ним в кухню. И, конечно же, она всё время болтала по телефону. И цау, и что? Нагле слышать. Трак! Шыстки талежи, кубки, филижанки стуклища в едных виле. Вдруг нагле, вдруг внезапно слышать. Бабак! Все тарелки, кружки, чашки разбились в одно мгновение. Памышляла, же хоча ж раз мама бенджи зла на Кароліны, а не на мне. И я подумал, что хотя бы раз мама будет зла на Кароліну, а не на меня. А лицо слыша, но что я слышу? Кароліна муви сладким голосом. Пршипрашам, маму, не вим, як то ще стао. И Кароліна говорит сладким голосом. Извини, мамочка, я не знаю, как это случилось. А мама ей отповяда, а мама ей отвечает. Не матвся, цюречко, то ниц такого. Не волнуйся, доченька, нічо такого. И цо повече на то, чы то ест в порядку? Што вы на это скажете, это нормально? Такий тэксчик, і ешчэ ёдэн тэксчик, пршэчытамы. Анджела, для чэгу ест іш така здонарувана? Анджела, чьо ты такая раздражённая? Найперф урвал ми ще пасык в сандалия. Потім учэкаў ми трамвай. А терас умерам з году, бо спшэдалі ми пршэтермінованы йогурт. Вначале порвался у мене ремешок в сандалии. Потім убежал от мене трамвай, уехал от мене трамвай. А сейчас я умираю з голоду, потому что продали мне пршэтермінованы прасрочный йогурт. І мушэ го выжучить, і мне надо его выбросить. Цо за день? Чо за день? Не повінаноч го выжуцать, тэрку рекламовач. Гдзэ гу купілаш? Тебе, ну, ты не должна его выбрасывать, только пожаловаць і вернуць рекламовач от слова рекламацья. То есть, как эта жалоба возврат? Гдзэ ты его купила? Маш раць, я, ты прав. То недалеко с донже пршэд лэкційом. Это недалеко, я успею перед уроком. Окей. І пршэчэтамы ешчэ з чэншчі Б. Другий дяўлог. Дзэнь добры, купілам дзэсь тутай пршэтермінованый йогурт. Дзэнь добры, я купила здэсь прасрочный йогурт. Прошэ показыць. Пажаласта, покажите. Фактычні, дата важнощі минэла вчорай. Да, дзэствітельна. Как бы прасрочену, і дата окончання срока уже пршэла вчэра. Но ваўшні, вот имэнна. Чэма пані парагон? Јстли ў пані чэк? Ністэты не, к сажалінію, нет. То ніц, паментам паню. Нічэго страшнава, я помню вас. Прошэ зачэкач зараз говы мене. Пажаласта, подождите. Я сэчас ёго паменяю. То ніц, паметам пані. То ніц. То ніц. Маѓу. То нь.